Здравствуйте! В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня», в студии я и ведущий Александр Гурарье. Израильская полиция вновь порадовала нас довольно громким шумным успехом и, в общем-то, успехом заслуженным. Накрыта сеть наркодилеров, которые использовали современные технологии и продавали свою продукцию через интернет. Телеграсс. Так называлась эта сеть, так называлась, в общем-то, давно известно было, что существует такая сеть. Молодежь ею активно пользовалась, она существовала не только в Израиле, но были филиалы на Украине и в других городах, и в других странах. С подробностями нас ознакомит пресс-секретарь полиции, майор Михаил Зингерман. Михаил, во-первых, поздравляю. Здравствуйте, спасибо. Да, это очень громкая вещь, но я вам честно скажу, я про телеграсс слышал, ну, уже, наверное, с полгода, как бы, причем от молодежи, там, от одноклассников своей дочери, там, что-то, когда я говорю, знаете ли вы, что такое телеграмма, они говорят, телеграмма, телеграмма мы не знаем. Телеграсс мы знаем, все знали, почему только сейчас. Да, действительно, вы правильно очень заметили, масштабная, очень обширная операция израильской полиции, которая была проведена не только в Израиле на протяжении последних месяцев. Велось это скрытое следствие, оно проходило и совместно с правоохранительными органами Германии, Соединенных Штатов, Украины, со службой безопасности Украины. И буквально два дня назад были арестованы 42 подозреваемых в Израиле, в центре страны, на севере страны. Следствие велось управлением ЛАУ-433, подразделением Сайбер, центральным подразделением Сайбер, которое занимается борьбой с киберпреступностью в Израиле, естественно, и во всем мире. И совместно с отделением Северного округа полиции, центральным оперативно-следственным управлением Северного округа были произведены эти аресты. Они были произведены в результате скрытого следствия, как я уже сказал, которое длилось на протяжении нескольких месяцев. И действительно сконцентрировалось на этих людях, на этой группировке, которая действовала в интернете посредством этой аппликации Телеграсс. Как они работали, расскажите. Так называемые, вы знаете, это аппликация, которая позволяет, то есть аппликация, которая Телеграм, называется Телеграм, а группировка эта называется Телеграсс. То есть это как бы канал в Телеграме, который назывался Телеграсс. То есть они использовали современные технологии. Эта группировка, она использовала действительно, да, современные технологии, она действовала как настоящая компания АйТек. То есть это коммерческая, действительно, как коммерческая настоящая компания, в которой... То есть можно назвать это стартапом. В которой были свои департаменты, были свои управления, и люди там получали зарплату. То есть руководили этой всей группировкой преступники самого высокого ранга, скажем так, израильского Израиля. То есть это те люди, которые являются очень серьезными, очень опасными преступниками и стоят во главе преступных группировок. Те люди, которые стояли во главе департаментов, управления и так далее, у них были еще другие свои помощники и так далее. Это сеть, которая действовала в Израиле для израильтян, но действовала в принципе по всему миру. Как я уже сказал, и в Украине, и в Германии, и в Соединенных Штатах. То есть те люди, израильтяне, которые находились в тех странах, они пользовались именно обслуживанием израильтян, этих преступных группировок. То есть те люди, которые задействовали курьеров через эту аппликацию, задействовали каналы поставок наркотиков в принципе по всему, по всем этим странам. То есть в Израиле, как я уже сказал, и в других странах. Аппликация Telegram, она позволяет сохранять определенную долю анонимности. То есть та анонимность, которая достигается тем, что все мессенджеры, которые посылаются через Telegram, они не уходят в сеть. Они остаются только в телефоне. То есть из телефона их всех в принципе можно убрать всю эту переписку и так далее, все эти каналы. Создавалось, было создано десятки, сотни таких каналов для переправки и для доставки наркотиков курьерами по всему миру практически. Понимаете? То есть люди, которые там находились и были задействованы в этой аппликации, в этой группировке Telegram, они получали зарплату. То есть руководители получали они очень серьезную зарплату. Они получали зарплату руководителей десятки тысяч долларов. Те уже, которые были рангом ниже, курьеры и так далее, они получали зарплату биткоинами, получали зарплату наличными деньгами, получали зарплату наркотиками. То есть это целая группировка, огромная, масштабная, эффективная группировка, которая действовала на протяжении нескольких месяцев. И вы знаете, конечно, очень серьезное следствие, которое длилось, как я уже сказал, несколько месяцев. Это скрытое следствие подразделения сайбер-израильской полиции. Опять же, повторюсь, совместно со службой безопасности Украины, правоохранительными органами Германии, Соединенных Штатов была проведена очень серьезная, очень скрупулезная работа для того, чтобы добыть улики против всех этих подозреваемых. Представляете, 42 арестованных, буквально вчера они были доставлены в мировой суд, решен лициона и нацерета, и им был продлен арест, и следствие продолжается. Кто они эти герои, кто руководил? Вы можете назвать какие-то имена? Ну, вы знаете, мы стараемся особо не употреблять имена, не называть имена, они все, в принципе, уже известны, о них можно уже, в принципе, и гражданам говорить. Мы говорим о том, что речь идет о очень серьезной, очень опасной преступной группировке, которая действовала и в Израиле, которая действовала в Украине, которая действовала в других странах. Вы знаете, оборот этой всей группировки, этой группы, преступной интернет-группы, которая действовала на протяжении этих нескольких месяцев, в оборот, составляет сотни миллионов долларов. Это огромные деньги. То есть, просто гордость распирает. Огромные деньги, вы понимаете, то есть, насколько они были продвинуты в плане технологии, в плане именно тех вещей, которыми они пользовались, и очень было непросто, конечно, израильской полиции, совместно, опять же, повторюсь, с другими органами, правоохранителями других стран, очень непросто было их выявить, и главное, собрать улики. Очень непросто собирать улики, поэтому это было скрытое следствие, которое длилось довольно долгое время. Я вам скажу, что в этой аппликации эта преступная группировка занималась распространением наркотиков, таких как гашиш, марихуана, таблетки экстази, героин. Это очень серьезные, очень опасные наркотики, и очень важно, конечно, что эта схема, она вся была разгромлена. А как это работало, схему? Как это работало? То есть, человек там заходит, заказывает. Каналы связи, конечно, которые предлагали, которые давали рекламу. То есть, была реклама своя. Естественно, это все делалось посредством аппликации, были люди, которые потребители, которые получали это все, это было очень быстро, доставка шла очень быстро. Достаточно было только получить сообщение, отправить сообщение и так далее. И это все было очень накатано, скажем так, мы можем использовать действительно это слово. И было очень непросто, конечно, выйти на всех членов этой группировки. Она на данный момент разгромлена. Вы знаете, огромное количество, огромный процент наркотиков, он распространяется именно посредством Телеграм. Посредством этой аппликации Телеграсс, Телеграм. Это практически 60% рынка, наркотического рынка, но действительно действует посредством этих аппликаций. Михаил, а были ли в составе этих замечательных специалистов наши бывшие соотечественники, то есть, выходцы из России, Украины, из стран бывшего СССР? Ну, вы знаете, очень немного. В основном, это, конечно, коренные израильтяне, и в том числе, я могу об этом сказать, в принципе, можно об этом сказать, и люди, которые имеют опыт работы в Айтаке, в коммерческих системах. То есть, по всей вероятности, им это действительно помогало, и их задействовали. Но там надо было обладать современными знаниями. Да, действительно, это надо, это нужно обладать действительно большими знаниями в плане технологии. Но я вам скажу, что израильская полиция в этом плане не стоит на месте, нам нельзя позволить себе быть догоняющими людьми. Мы должны опережать, мы должны действовать на опережение в плане технологии. Конечно, мы это делаем, и то, что эта группировка, она разгромлена, она прекратила свое существование, это, конечно, еще раз доказывает то, что израильская полиция обладает всеми необходимыми технологическими средствами для того, чтобы бороться с такими группировками. То есть, символ израильской полиции теперь не полицейский с дубинкой или, знаете, там, с жезлом и пистолетом на посту зимой и летом, а это вот продвинутый сотрудник, который не расстается с компьютером. Вы знаете, дело в том, что это сейчас просто требование времени. Это требование времени. Сейчас больший, намного больший процент преступлений, всех преступлений происходит в социальных сетях. В виртуальном пространстве. И то, что вы помните, некоторое время назад я вам рассказывал о педофилах, которые действуют в социальных сетях, которые таким образом угрожают детям нашим своими очень тяжелыми преступлениями. На такой же основе и наркотики, наркобароны, наркобизнес сейчас перешел в социальные сети, перешел в мессенджеры, перешел в аппликации и действует таким путем. Это для них, они считают это намного эффективнее, намного безопаснее. Но, естественно, здесь, опять же повторюсь, мы должны действовать, мы должны работать, мы должны идти в ногу со временем. И, конечно, те подразделения, которые существуют в израильской полиции, подразделения сайбер и борьбы с киберпреступностью, они сейчас выходят на первое место. Это сейчас действительно самая главная задача быть там, находиться там, контролировать все, что происходит в виртуальном мире, в киберпространстве. Потому что там действительно преступники совершают очень тяжелые, очень опасные преступления. Михаил, еще раз поздравляю. Спасибо. Так держать. Будем работать. Я пресс-секретарь израильской полиции, майор Михаил Зингерман, рассказал нам об очень интересных достижениях израильской полиции. Ну что ж, поздравляем еще раз. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok